Алгоритм партнерства на Радиомир Армения Алгоритм партнерства на Радиомир Армения Первое поселение на этом месте датируется пятым тысячелетиям до нашей эры. В разные эпохи здесь были цитадель, обсерватория, монастырский комплекс с семью святынями, производственные комплексы и многое другое. Метамор – один из важнейших памятников мировой культуры. Раскопки на территории Метамора идут более 50 лет. За это время археологи обнаружили множество ценных артефактов. Именно здесь было обнаружено самое древнее золотое украшение в Армении. А недавно археологи обнаружили небольшую гробницу, полную невероятных сокровищ. Именно об этом мы сегодня поговорим с профессором, со-руководителем Армяно-Польской объединенной экспедиции, археологом Ашотом Пилипосяном. Здравствуйте, Ашот Суридович! Здравствуйте! Итак, небольшая по размерам гробница оказалась для археологов сюрпризом. Что обнаружила ваша экспедиция? Я даже не назвал это сооружение гробницей. Это погребение небольшое, 2,5 на 2 метра, из небольших камней. Самое интересное то, что оно не было разграблено. И в погребении оказалось более 130 золотых предметов, больших и маленьких. Это бусы, украшения, подвески, заколки и так далее. Но самое интересное то, что мы даже не представляли, что в этом маленьком погребении, помимо керамики, мы обнаружим такое богатство. Плюс к тому, мы раскопали еще очень интересный флакончик из фаянса. Деревянные конструкции, наверное, носилки. И более, примерно 20 целых керамических сосудов. Самое интересное то, что в погребении лежали мужчина и женщина. Судя по костным останкам, определила наш антрополог. И весь этот материал относится примерно к XII-XI векам до нашей эры. Вот давайте поподробнее поговорим о золотых украшениях. Я знаю, что они выполнены в разной достаточно высокой технике. Неужели 3200 лет тому назад люди владели этими технологиями? Естественно. Это период, когда в Армянском Нагоре начинается процесс урбанизации, то есть появление городов. И некоторые крепости, цитадели постепенно превращаются в города, то есть городские кварталы появляются возле вот этих сооружений. И здесь, естественно, был и знатный слой, то есть верхний слой представителей высшего ранга. И без всякого сомнения они имели и не только власть, но и украшения. По всей Ретосе мы наткнулись на одно погребение, где был раскопан или было опущено тело человека высокого статуса. С действительно очень большими украшениями разного вида. Здесь и зернь, и инкрустация, и гравировка, и филигрань. Так что мастера, металлолитейщики Армянского Нагоря в последние четверти 2-го тысячелетия до нашей эры владели всеми этими техниками. И украшения действительно очень хорошие. Они все сохранились в отличном состоянии. И сейчас проходит этап чистки и консервации. Вот смотрите, в Митсаморе также зачастую находили украшения наличие янтаря, осердолика. Это свойственные для того времени на этой территории полудрагоценные камни? Или их на нашей территории не было? Как они попадали сюда? Я довел бы еще там украшения из олова, потому что оловянные предметы – большая редкость в этот период. Дело в том, что на Ближнем Востоке нет олова. Его всегда доставляли. Восточный транзитный путь доставлял олова перед Нью-Нью-Ньюзией. Или западный транзитный путь. Восточный шел через Иранское плоскогорье, а западный через Средиземноморье. То есть, появление олова на Армянском Нагоре, то есть, в центре Армянского Нагоря – это действительно большое явление. Если считать тот факт, что только в одном погребении мы раскопали более тысячи оловянных бусин – это огромное количество. И вообще, несколько тысяч предметов из олова, то значит, медсаморь, естественно, был центром металлоплавки или производства бронзы. Что касается других украшений из агата, сердолика, янтаря, то агат и сердолик в Армянском Нагоре есть. Они местные, местного производства. Особенно ценились и дживанские рудники Агата и сердолика, залежи, вернее. А что касается янтаря, то по всей вероятности, мы имеем дело с двумя янтарями, двух сортов, двух видов. Черный янтарь и типичный. Обычный. Обычный, красноватый, желтоватый вот этот янтарь. Черный янтарь – это местные. Оказывается, что в Армянском Нагоре, недалеко от Карса, и до сих пор есть залежи черного янтаря. Есть армянская поговорка «черное, как янтарь, и белое, как голубь». То есть, действительно, черный янтарь существовал тут. Это гагат. А что касается янтаря, обычного янтаря, то оно привозное, без всякого сомнения. И судя по характеристикам, это первичные вот такое пока, предварительные данные, то оно по всей вероятности из Прибалтики, с Балтийского моря. Но это транзитным путем попало в Альмию. Потому что в этот период, в конце 2-го тысячелетия до нашей эры, особенно крупные города, где находились мастера, занимающиеся обработкой янтаря. Это северо-запад Аптиньского полуострова, современная граница между Словенией и Италией. Там был город Аквилея, где делали подобные украшения, изделия, и потом распространяли по всему Ближнему Востоку. И по всей вероятности оно дошло до Армянского Нагорья, центра Армянского Нагорья. Дорогие радиослушатели, в эфире «Алгоритм партнерства». Продолжаем беседовать о гробнице с сюрпризом, недавно обнаруженной в Митзаморе с профессором, со руководителем Армянопольской объединенной экспедиции, археологом Ашотом Пилипосяном. Ашот Суренович, что будет дальше с этими артефактами? Мы очень рады сотрудничеству с польскими нашими коллегами. Мы помогаем друг другу, и наши сотрудничества действительно дают очень хорошие плоды. Уже 10 лет работаем с польскими нашими коллегами. Я думаю, что в будущем году, в 2023-м, у нас будет новый договор. Опять же, на 5 лет мы продлим действия нашего договора. И будем работать не только в Некрополе, там, где копаем могильник, но и в городских кварталах Митзамура. Потому что в городских кварталах Митзамура также дают очень интересный материал. Я очень рад сотрудничеству с Шиштофом Якубяком. Он заведующий кафедрой археологии Варшавского университета. И совместная наша работа дает очень хорошие плоды. И вот как бы в продолжении этой самой темы, мой последний вопрос. Вот на ваш взгляд, как археолога, какие еще тайны может хранить в себе Митзамур? Я уже человек пожилой. Я бы ночью хотел до конца своей работы найти хотя бы небольшой кусочек с клинописью, чтобы узнать настоящее название вот этого города. А то, что урарский слой очень большой на этом памятнике и очень довольно представительный, в этом нет никакого сомнения. У нас очень интересные материалы урарского периода. И я надеюсь, что когда-нибудь, может, я, может, другие мои продолжители этих работ найдут пленопись с именем этого города и с некоторыми данными, связанными с этой территорией. Я только могу сказать, что, по всей вероятности, Митзамур – это один из древних крупных городов племени, страны племени Этиуни. Об этом свидетельствуют урарские племообразные надписи, и ассирийские также. Так что, может быть, о стране Этиуни и о городе, одним из центров Этиунской Федерации, может быть, мы в будущем будем иметь очень хорошие данные. Я надеюсь. Алгоритм партнерства на Радиомир Армения Большое спасибо за очень интересную беседу нашим радиослушателям. Напомню, что мы говорили о гробнице с сюрпризом, недавно обнаруженной в Митзамуре с профессором, с руководителем Армена-Польско-Объединенной экспедиции, археологом Ашотом Пилипостианом. Еще раз спасибо и вам удачи. Спасибо большое. Всем хорошего дня. С вами была Лиана Азуян. Алгоритм партнерства на Радиомир Армения